Приветствую всех на моем канале. Подписывайтесь, кто еще не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Начало осени, самое время подготовиться к зимнему цветению орхидеи. Именно сейчас мы с вами поливаем орхидеи, даем им подкормки, чтобы они закладывали цветоносы, растили цветоносы, закладывали бутоны и цвели. При этом, чтобы цвели долго и пышно, желательно доращивая постоянно цветоносы. Уже в одном из прошлых видео я вам показала, как правильно поливать орхидеи препаратами с повышенным содержанием калия, для того, чтобы орхидеи заложили цветочные стрелки. И вот ту схему, которую я дала в прошлом видео, я вам показываю много лет. Ссылочку на то видео я вам оставлю в описании под этим видео. Кому актуально, переходите, посмотрите про полив вот этим препаратом. Там расходила и схемы, и дозировки, все. И многие мои подписчики в комментариях, в которых я спрашивала, применяете ли вы препараты калия, для того, чтобы орхидеи закладывали цветочные стрелки, по каким схемам, написали такой момент, что поливают монофосфат калия вместе с препаратом HB101. Что мало того, что орхидеи хорошо закладывают цветочные стрелки, при этом хорошо наращивают корни. И вот я взяла орхидеи свои, вот эту одна часть, эта вторая. Проведем с вами два эксперимента. Вот эти орхидеи, это у меня орхидеи долматинец. В прошлом году она впервые цвела, я ее вырастила из детки, который вырос на пеньке после омоложения орхидеи. И вот эту мою орхидею, одну из старейших. Вот эта орхидея детка от орхидеи, которая у меня с 2012 года. Простая орхидея цвета фуксии. Вот здесь групповая посадка, их здесь три. Вот детка, орхидея, была реанимашка, видите, вот было гниение, остановило процесс. Вот три орхидеи в одном горшке. Их мы с вами поливаем, монофосфат калия, вместе с препаратом HB101. Что касается этих орхидей. Когда я вам рассказывала, я показывала всегда схему полита монофосфат калия. Я говорила, проливаем три раза с разницей в три недели. Если появился цветонос раньше, то не надо больше поливать. Но сделаем по-другому. Сейчас я пролью эти орхидеи не три раза с разницей в три недели, а три раза в подряд. Вот эти орхидеи один раз уже проливались в прошлый полив вот этим препаратом монофосфат калия. Сегодня второй раз и через неделю или когда надо будет поливать орхидеи, еще пролью третий раз. Почему говорю или через неделю или позже? Потому что часто задают вопрос, когда поливать орхидеи в следующий раз. Определяться, через сколько дней поливать орхидеи в следующий раз, вам надо по состоянию своих орхидей. Тогда, когда просохли корни, вот так, видите, выглядят просушенные корни светлые. И просох грунт. Вот везде у орхидеи, посмотрите, просушенные корни. Видите, и грунт, и корни. Вот, все хорошо просушено, поэтому сегодня я их буду поливать. Вот этот препарат монофосфат калия. Я очень много лет покупала по 20 грамм пакетики. Надоело мне постоянно их покупать. Взяла сейчас просто на полкилограмма. За сезон у меня, я думаю, вполне может уйти этот пакетик, так как орхидеи много. Для приготовления раствора классический 1 литр теплой прокипяченой воды, которую мы уже остудили. Добавляем 1 грамм вот этого препарата монокалий фосфат, монофосфат калия. Да, кстати, не обязательно брать именно такой. Берите любой монофосфат калия, монокалий фосфат, который есть у вас в продаже. И хорошенечко перемешиваем. Препарат сухой, видите, вот на дне он. Надо, чтобы он растворился. Он достаточно быстро растворяется, но сыпучие всегда чуть дольше, нежели жидкие препараты мы с вами растворяем. В прошлом видео уже говорила, кипятить воду или не кипятить. Проверяла и так, и так. Все-таки мне больше нравится результативность, когда я воду кипячу. И поливаем по краю горшка. Так как орхидеи, вот эти стоят горшки в высоких вазонах. Видите, пространство есть, поэтому я поливаю прямо в вазоне. Потом с вазона воду слила, горшок обратно вернула. Заливать где-то буду наполовину, чтобы орхидея была в этом растворе и постояла минут 15. Вот это конкретно орхидея, которую сейчас поливают орхидея пират. Где-то вот видите, еще есть разводы на листьях. Это после обработки от вредителей. Профилактическую обработку вот недавно сделала. Как делать профилактическую обработку инсектоакарицидом от вредителей, в том числе от клеща. У меня есть видео, я показывала еще в начале лета. Тоже ссылочку оставлю в описании под этим видео. Вот орхидея раз поливается, монофсат калия. И вот эта орхидея у меня лекофантастик. То же самое. Кстати, вот эта орхидея, немножко у меня лентяйка. Видите, в хорошем состоянии, все хорошо. Я ждала от нее летнего цветения, но летнее цветение она не заложила. Несмотря на хорошую корневую, на хорошую листву, на полив калием по весне, не захотела летом она процвести. Но, надеюсь, в зимние цветения все условия для нее есть, чтобы она дала цветение. Конечно, сейчас еще по температуре не очень. Все-таки вот в помещении у меня даже показывает сернометр 25 градусов сейчас здесь. При такой температуре орхидеи не хотят закладывать цветочные стрелки. Цветочные стрелки они закладывают, когда все-таки в помещении где-то 19-22 градуса. И для этих двух орхидеи готовим раствор тоже. 1 грамм препарата монофосфат калия на 1 литр воды. Но здесь мы добавим препарат HB101. Это шикарный виталайзер для орхидеи. По инструкции мы берем 1-2 капельки на литр воды, как я вам всегда и говорила. Подписчица рекомендует брать 4 капли на литр воды плюс 1 грамм монофосфат калия. Я проверю. Думаю, ничего быть не должно, потому что этот препарат полностью натуральный. Хотя есть такой момент. Много пишут везде на форумах, что инфективность проявляется именно, когда берем небольшую дозировку. Но проверим. Давайте полностью уже не буду отступать от рекомендации. К сожалению, не смогла найти вот этот комментарий, где мне это писали. Скорее всего, я на него ответила, и он тогда у меня пропадает. Если вы писали мне этот рецепт, пожалуйста, отзовитесь в комментарии под этим видео. Кто писал про применение монофосфат калия плюс вот этого препарата HB101. Хотела вот вставить в видео полностью этот рецепт именно комментария, но не нашла. Поэтому отзовитесь. Ну вот смотрите. Вот эта орхидея Далматинец, она стояла тоже в вазоне, но вазон за большой, скажем, для этого горшка. Поэтому я переставила просто в глубокую емкость и тоже вот таким вот образом заполняю. Будем с вами проводить эксперимент. Специально назвала орхидеи с их названиями, чтобы хорошо их запомнить. Следующий палец делает то же самое, и поэтому я думаю, где-то недели через 2-3 мы увидим результат. И обязательно я вам его покажу. Будет он, не будет результат, в любом случае покажу, как вы знаете. Еще момент, как я начала говорить про температуру, что сейчас все-таки 25 градусов еще в помещении. При этой температуре орхидеи не закладывают цветоносы. Точнее, очень-очень плохо. Я попробовала уже вынести одну орхидею на балкон, потому что днем там и вообще, не знаю, градусов 27. А ночью температура опускается, и градусов 17. То есть даже 10 градусов обеспечить перепад сейчас можно. А это очень хороший перепад, потому что я пробовала делать 5 градусов. Не то. Все-таки 8-10 градусов для того, чтобы орхидеи закладывали цветоносы, перепад день-ночь нужен. Ну и, к сожалению, хотя и прикрывала орхидею от солнца, орхидея получила минимальные, но солнечные ожоги. Или даже, я бы сказала, перегрев. Поэтому пока не могу рекомендовать, вот по крайней мере в наших широтах, это вот я, Беларусь, Минск, чтобы вынести орхидеи на балкон, потому что у самой орхидеи чуть-чуть подгорело. Все-таки пару недель я еще подожду, когда он станет прохладнее, потому что днем у нас сейчас температура еще где-то 22 градуса. Когда станет прохладнее, тогда буду выносить орхидеи на балкон, чтобы устроить им перепад температуры день-ночь. Как его устроивать, как правильно подготовить орхидеи для того, чтобы сделать этот перепад температуры день-ночь. И все-все нюансы я вам уже рассказывала. В прошлом году видео весной рассказывала, показывала ссылочку на это видео, оставлю в описании под этим видео. Обязательно переходите, посмотрите, очень рекомендую. Способ действенный, орхидеи действительно закладывают цветоносы. Я уже приготовила еще одну порцию, так как, видите, не хватило. Долью, чтобы все-таки горшок с корнями стоял наполовину в этом растворе. И вот все орхидеи у меня уже стоят, напитываются на 15 минут. Вот таким образом я сейчас их оставлю постоять. Рекомендую, кому актуально, сейчас перейдите в конце этого видео, будет прямая ссылка на видео, как правильно устроить перепад температуры для орхидеи, чтобы они закладывали цветочные стрелки. А всем, кому понравилось это видео, кому было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!